Изобретение Николая Теслы из периодической системы элементов Менделеева удален элемент эфир. Будет ли эта система в ближайшее время преобразована в связи с квантовым переходом и получением новых знаний о Вселенной? Во-первых, это не только через Теслу шло, это шло через нашего гениального Менделеева. В основном он даже написал об этом книгу. Его таблица Менделеева содержала первую колонку именно инертных газов, на любой группы и над всеми элементами стояла общая субстанция им предшествующей – это эфир. И у него была написана по этому поводу большая книга, которую потом правильные академики, которые имели большинство голосов, собрались, проголосовали и исключили. Сказали, нет, этого не надо. Это неверно, потому что вот нас много, и мы так не считаем. Это как раз вопрос о том, к народу властью. Потому что тысячи голосов идиотов никогда не перевесит одного голоса гения. Мирослава спрашивает, почему редко говорить о писаниях с Корана и о пророке Магомеде? Разве эта информация не от Создателя? От Создателя? Сказать, что… Ну, вы понимаете, я не эзотерик. Вот вы меня опять начинаете впитать, как будто я какой-то вот ученый на этом направлении. Со мной просто эти события произошли. Они произошли как бы в плане, в ключе христианского мировоззрения. Я поэтому так все рассказываю. Хотя у меня есть определенные моменты, где мы, в общем-то, касались и мусульманской религии, и даже общались с пророком Мухаммедом. У нас были такие, в общем-то, контакты. Причем контакты явные, в большой аудитории. Когда там один мальчик, очень, ну, по сути дела, коллег, он был из Нижнего Новгорода, вдруг заговорил на арабском языке, чтобы там в зале оказалась женщина, которая понимает арабский язык, начала эти тексты переводить. И у нас вот такой получился разговор очень интересный через этого мальчика, через эту переводчицу, где пророк Мухаммед нам очень много чего рассказывал. В том числе рассказывал о том, как исказили мусульманскую религию. И причем исказил его брат. Он его прямо обвинил в этом и говорил, что там, в общем-то, некоторые тексты. Например, «Убей неверного», который знаменитый мусульманский постулат, а он был изначально совершенно не так написан. Мухаммед писал, «Убей неверного в себе». Это большая разница, в себя загляну и поискать неверного, или вокруг оглядываться, где он там неверный, сейчас я ему башку отшибу. Вот из таких искажений все пошло. То есть он даже слезами плакал. Там картинка была ясновидящая, видите, он просто плакал от того, как все исказило. Аркадий Иванович, Вы говорили, что физическое тело может стать вечным. Этот процесс произойдет через столетия, или мы можем его увидеть уже при нашей жизни? Уже при нашей жизни, и вообще это все будет очень быстро происходить. Буквально до 1936 года весь переход должен состояться.